Что происходит с российским рублем, а также насколько действительно долго Путин может экономически вести войну против Украины. Сейчас поговорим в нашем эфире. Для вас работаю я, Ирина Узлова, и Мухтар Аблязов, политик и казахстанский предприниматель, а также лидер движения «Демократический выбор Казахстана» сегодня вместе со мной, чему мы очень рады всегда. Мухтар, здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте, Ирина. Сразу два заявления о том, что Путин не сможет играть, точнее воевать в долгую от нашей власти, мы услышали на этой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «The Economist» говорит, сколько бы процентов не поддерживало Путина, долго воевать он не сможет, потому что его экономика проиграет, говорит наш президент Украины. И несколько днями ранее глава разведки украинской Кирилл Буданов также сказал, что это его мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, что Путин не сможет вести для себя продолжительную войну. О чем нам сейчас говорят цифры по разным параметрам, которыми вы, Мухтар, владеете, которые мы должны понимать? Действительно ли экономика Путина проиграет? И что мы тогда вкладываем в это понятие «долгая война»? Ну, я оперирую всегда цифрами, ориентируюсь на политические заявления только тогда, когда под них есть конкретные цифры и факты. К сожалению, таких цифр не может быть и нет ни у президента Зеленского, ни тем более у военной разведки. Если военная разведка такие заявления делает, я считаю, что под эти слова должны быть безусловно факты. Например, танки России не будет в состоянии производить, потому что у них денег нет. Не сможет провести мобилизацию, потому что контрактники не могут получить деньги. Не могут произвести снаряды, потому что у них денег нет. Все упирается в ресурсы, потому что военную кампанию в войну финансирует именно российский бюджет. И я сейчас просто буду говорить прямые цифры, чтобы Украина была готова к войне, не занималась шапкозакидательством. Итак, давайте мы поговорим о российском бюджете. Давайте. Бюджет России сверстан из расчета, что будет 2-процентный дефицит валового внутреннего продукта. Для неэкономистов это ничего не значит, но я скажу так. Успешная немецкая экономика на этот год заложила дефицит бюджета 4,25%. В России 2%. То есть дефицит бюджета в России более чем в 2 раза был заложен меньше, чем у процветающей экономики Германии. У Франции дефицит бюджета был заложен 4,9%. И, как правило, эти дефицитные бюджеты такие страны покрывают выпуском различных ценных бумаг, облигаций и тому подобное. И с точки зрения дефицита бюджета в России все хорошо. Более того, в начале года было очень много таких радостных возгласов, что все, России конец, расходы очень большие и так далее. К сожалению, я должен огорчить. По итогам январь-июль дефицит российского бюджета был уже не 2%, а 1,8%. А по итогам на 1 сентября дефицит еще меньше стал, всего 1,5% от валового внутреннего продукта. И доходы бюджета России резко увеличились. Различные отрасли дали в целом на рост на 24% налоговых поступлений. Произошел рост промышленного производства и так далее. Все эти данные, которые я говорю, они открыты, публичные. Их не нужно где-то пытать пленных передвигаться за рубеж разведки и получать такие данные. Они открыты. Более того, данные это озвучивал Международный валютный фонд. Это известный международный авторитетный институт. Бархлайсбанк, один из крупнейших ведущих банков мира, тоже дал свои цифры и прогнозы. Более того, если даже отталкиваться от пессимистичных прогнозов, развитие российской экономики, все эксперты международные и так далее дают минимальный рост экономики России на 2023 год минимум 1,5%. А в следующем году не меньше. О чем это говорит? О том, что с бюджетом России все нормально, доходы растут, промышленное производство есть. И все это позволяет говорить о том, что российская экономика адаптировалась к тем санкциям, на которые возлагались большие надежды. Раз так, то у России достаточно ресурсов для финансирования военной компании, не тратя ресурсы Фонда национального благосостояния России. Мы где-то несколько месяцев назад выпускали отчет, дали цифры и прогнозировали, что даже если дефицит бюджета будет на уровне 2%, которое было заложено российским правительством, тех ресурсов, которых сейчас в распоряжении Путина, хватит на ведение войны минимум на 10 лет. К сожалению, в текущей цифре показывают, что он даже не использует ресурсы Фонда национального благосостояния, а за счет просто роста экономики спокойно покрывает все свои расходы. И более того, военный бюджет вырос Россией. Если по итогам 2022 года военный бюджет России был 86 миллиардов, то сейчас 110 миллиардов, при этом еще многие резервы в виде законсервированных танков и все прочее, они по условной цене попадают на фронт. То есть реально военный бюджет еще больше. Понимаете? Поэтому я очень с большим скепсием отношусь к такого рода оценкам. Я считал и считаю, говорю все время, своего врага нужно тщательно изучать. Когда ты выходишь на ринг и знаешь своего противника, насколько он сильный, не говоришь, что он слабый, я его сейчас там... Да, и он там тебе наваляет. Здесь война. Здесь нужно знать все о своем враге. Ситуация не такая, о которой сейчас говорит ваша военная разведка. О том, что может отправить Путин и его экономику в нокаут, мы чуть позже поговорим. У меня есть два уточнения, Мухтар, с вашего позволения. Во-первых, почему тогда мы видим такие колебания курса рубля относительно к доллару? Постоянно он как-то скачет, вроде удалось стабилизировать. Потом опять РосМИ отмечали, что идет увеличение, и рубль снова пробивает дно относительно доллара. И как будто бы власть Российской Федерации будет опять давить на Цитробанк, который удерживает, чтобы они еще больше повышали ставки. И почему, например, мы видим такие сообщения от британской разведки, ну я понимаю, что они тоже не экономисты, что мобилизация бьет по экономике Российской Федерации, что все-таки вот эти процессы будут сказываться негативно. Неужели нет вот таких каких-то факторов, которые показывают, что все-таки экономическое, по крайней мере, если не пропасть или проблема, то нестабильность в Российской Федерации назревает? — Знаете, когда я слышу, что по экономике говорит разведка, это говорит как раз о том, что нужно воспринимать все с точностью наоборот. У разведки совсем другие задачи. А экономика это знают экономисты, при том эти данные, которые я сейчас говорю, публичные, где-то их под микроскопом или с потопленкой, где-то их воровать не надо. Ну я вот, может быть, скажу с большой иронией, когда я высказывался о неблагоприятной ситуации в экономике в Турции, люди, которые далеки от экономики, говорили следующее. Да нет, вы не правы, в Турции тепло, море, люди приветливые, гостиницы очень хорошо обслуживают, арбузы продаются и так далее. Экономисты, они мыслят категориями, воловой внутренний продукт, средняя зарплата, инфляция и так далее. Поэтому я призываю смотреть вот именно на эти цифры. Если говорить о российском рубле. Да, недавно была ситуация, когда рубль ушел, за один доллар давали более 100 рублей. Ну они буквально в течение одного дня вернули его на параметр 93-94 рубля за один доллар. Сейчас где-то 95-96. И если подходить экономически, нужно смотреть внешний торговый баланс. Нужно смотреть экспорт, импорт. Валюты поступают в страну больше, чем тратятся или нет. Вот по итогам январь-июль валюты России было плюсом 64,4 миллиарда долларов. Окей, мы можем говорить, что ну давайте дальше посмотрим. Потому что разные эксперты, которые все время, ну просто фанфары бьют, к сожалению, не хотят объективно смотреть на цифры. Ну просто говорят, давайте посмотрим на 1 сентября. Так вот, если посмотреть на 1 сентября, уже валюты, баланс если валюты смотреть, плюс у России стало 72 миллиарда. То есть валюты для поддержания курса рубля не то, что в избытке, его достаточно, чтобы укрепить рубль, не то, что ослабить. Теперь, соответственно, любой экономист, который разбирается, каким образом формируются курсы национальных валют, вам пояснит, что в России это было специально, скажем, ослабление рубля. Для чего? Обычно ослабление рубля всегда выгодно экспортерам, потому что они получают валюту и потом меньшее количество валюты продав, покрывает свои расходы в рублях. Заработы, плата, налоги, все у них в рублях. И, как известно, когда рубль ослабляется, увеличивается поступление, налоговое поступление в бюджет России. Что и произошло. Вот эти колебания рубля привели к тому, что бюджет России получил дополнительный доход. И поэтому дефицит бюджета на 1 сентября у них сократился. И уже было не 1,8%, как 1 июля, не 2%, как ранее, а уже 1,5%. То есть они, российское правительство, играет курсом рубля, получает дополнительные доходы и покрывает свой дефицит бюджета. Да, но при этом можно сказать, что, а как для населения? Ну, население России молчит. Если даже они начинают жить где-то грубо на 5-10% хуже, это не приводит к тому, что, как ожидают западные эксперты, недовольные массы выйдут на улицу и снесут правительство. Это не происходит, они, как видите, молчат. Пользуясь этим, российские правительства фактически манипулируют долларом и рублем и таким образом наполняют бюджет России. Если недовольство будет нарастать, то тех резервов, которые сейчас есть, именно вот этот положительный сальдо долларов, который показывает на 1 сентября 72 миллиарда, легко часть из них можно бросить на валютный рынок, принудить экспортеров, чтобы они эту выручку продали, и стабилизировать курс рубля. Я, к сожалению, вот все, что озвучиваю, очень много журналистов, они просто не вникают в экономику, не знают, что такое платежный баланс страны, и идут общие рассуждения. Я рассуждаю цифры. Любой экономист может просто поднять цифры. Они открытые. Открытые, публичные, международные валютные, международные организации имеют. Я имею, это все имеют. Все это открыто. Здесь никаких секретов, никакой разведки, ни американской, ни британской, ни украинской, не нужно для того, чтобы подтвердить то, что я говорил. Вот так вот абсолютно. Спасибо, что разъясняете цифрами также. Это все происходит благодаря такой удачной политике Набиулиной или Министерства финансов. Кто вот это все регулирует на самом деле? Кто отвечает за такие маневры с национальной российской валютой и такие махинации по большому счету? Это не махинации, это система. Я хочу сказать следующее. Я видел там такие цитаты военных, что вот надо Набиулину достать, что называется, и рубль обвалится. Это иллюзии, потому что это система. Рубль держится не Набиулиной, а на валютной выручке экспортеров. Непть, газ, удобрения, металлы и все прочее, которые продаются за твердую валюту за пределы страны, это производит Набиулина, это производят производители, они продают эту валюту, затем на внутреннем рынке насыщают и продают валюту на бирже. Поэтому вот, собственно, секрет очень простой. Торговый баланс, экспорт больше, чем импорт. Все очень просто. Там Набиулина, там кто-либо другой придет на эту работу и спокойно справится. Здесь не нужно ее там демонизировать. Это экономика России. Экспорта ориентированная в большей степени. Да, и те санкции, которые были применены, была идея разрушить российскую экономику. Сама цель не достигнута. Сама цель не достигнута. И в этом причина, первопричина всех этих, скажем, показателей российской экономики. Я думаю, мы дальше с вами поговорим и поймем, что делать. Потому что ваши слушатели меня послушают и услышали вчера где-то, скажем, другие какие-то выступления экспертов, где им радостно сообщают, что скоро конец и тому подобное. И говорят, он на кого работает? Он, наверное, российский эксперт. Уважаемые друзья, я заочно осужден путинским правосудием на 15 лет. Это такой же мой личный враг. Это система, чтобы вы знали. Но я за объективность, чтобы мы знали, насколько силен враг, чтобы правильно бить по нему. Да, мы уже неоднократно, в принципе, с вами, неоднократно, Мухтар, объясняли, что, и тем более, мы же не что-то критикуем и от вас слышим не только критику, а цифры, а потом предложения. Поэтому те, кто просто, по всей видимости, смотрят первые 5, 10 или, может, меньше минут эфира, я думаю, что у них именно такие высновки, такие итоги они для себя делают. Но вы смотрите дальше, друзья, и дальше вы услышите, как это все можно изменить. Ну вот мы с вами говорим также о работе санкций. И тут мне все чаще на глаза последние дни попадаются такие новости, как вот, например, Чехия существенно увеличила импорт российской нефти за 2023 год. Притом не только лишь Чехия, потому что СМИ отмечают, что соответствующая тенденция также наблюдается и среди других стран Европы, ибо нефтеперерабатывающие заводы стараются себя максимально обеспечить ресурсом на фоне опасений, что с наличием сырья возникнет дефицит в связи с невозможностью транзита нефти через Украину. Но так мы никогда, оно ничего не заработает, если такие тенденции будут наблюдаться, правильно? Ну, по нефти, я думаю, те данные, которые вы озвучиваете, они в рамках разрешенных ЕС, действий происходит, потому что, например, в Бенгрии, там у них труба дружба, и разрешили, и, по-моему, еще ряд стран восточной Европе, по-моему, включая Польшу. А так, в целом, Европа уже отказалась от российской нефти, если говорить о статистических данных. Ну, то есть, в этом нет ничего страшного, в этой такой тенденции, и все-таки есть влияние от отказа нефти, или пока еще не сильно она наблюдается? Знаете, на самом деле, ситуация следующая. Европа покупала нефтепродукты у России порядка 93 миллиона тонн. Это большой объем. И где-то около 100 миллионов тонн нефти. Нефти не берут. Нефтепродукты с 5 февраля отказались. Ну, нефть берется, там, минимум, несколько стран. Но, к сожалению, те меры, которые предпринял Запад, они неэффективны и недостаточны. Я имею в виду, что они предприняли. Они объявили опыт алкетсен на покупку российской нефти 60 долларов за баррель. По факту, это было ясно, что в рыночной среде такого рода ограничения это бесполезно. Это вот как, условно, если вы на подсолнечное масло в Украине установите какую-то фиксированную цену, она или исчезнет, будет продаваться из-под полы, или найдут тысячи механизмов, чтобы все равно извлекать ту прибыль, которую позволяет делать рынок. Так вот, с нефтью та же самая ситуация. Фатологцент не работает. И все уже эксперты убедились, что Россия обходит, получает дополнительные платежи за транспортные, за страховые и другие услуги, поэтому фатологцент не работает. И есть очень простой способ. Речь уже не идет об эмбарго, я об своих игр постоянно говорю. И потому как различные эксперты уже широко это обсуждают, я вижу, что уже это решение, скажем, созревает. И надеюсь, это, в конце концов, это решение и созреет на Западе, в первую очередь среди украинского правительства, а затем Евросоюз и Америка. А суть заключается в том, что просто нужно добиться, чтобы заблокировать поставки российской нефти, металлов, руд различных по Черному морю. Это 20% экспорта российской нефти и ряда еще других товаров. И прямой убыток будет 50 миллиардов долларов, как минимум. Сразу. Это годовой военный бюджет Украины или половина годового бюджета, военного бюджета России. Представляете, какой удар? Вот что нужно делать. А вот такого рода действия, когда потолок цен устанавливается на нефть, к чему приводит? Россия резко увеличила поставки нефти своим донорам, союзникам, на самом деле, Китаю и Индии. Они сейчас крупнейшие доноры российской экономики. Это позволяет финансировать войну Путину против Украины. И в основном по Черному морю идет в сторону Индии. И часть российского такого танкерного объема поставок покупает и Китай. И вот если это перекрыть, то Индия просто не будет покупать эту нефть, а дополнительную нефть нужно просто выпустить. Как столкнуть между собой союзников? Иран и Россия союзники. Я знаю, что сейчас Америка позволила Ирану часть нефти, где-то около полутора миллионов баррелей, в сутки продавать только Китаю. Вот по принципу, кто более опасный? Более опасный России. Надо добиваться, чтобы Иран вышел на рынок с нефтью. Минимум 2-2,5 миллиона баррелей Иран может выбросить на рынок. Им очень нужны деньги. Таким образом, между Россией и Ираном уже будут экономические и, соответственно, и другие противоречия. И дефицита нефти на мировом рынке не будет. Вот такие действия нужно делать. Не выпускать российскую нефть и выпустить иранскую нефть и любую другую еще. Понимаете? То есть я понимаю, что Иран нехорошая страна, но в соотношении, кто угрожает всей цивилизации, это Россия. Поэтому руками Ирана можно таким образом выбить с рынка Россию. Вот что нужно делать. Это первое. Второе – это блокада. Китай поставляет сейчас скрыто, открыто, разным путем через Казахстан. Удар по политической верхушке президенту Казахстана, президенту Кыргызстана, который является помощниками и вассалами Путина, фактически приведет к блокаде. И Китай сейчас, который прячется, прячется, прикрывается через Северную Корею, через Казахстан, завтра выйдет с открытым лицом. Ну, для него это будут последствия. Вот эти две главные вещи, если сделать, мы увидим эффект немедленно. К сожалению, я могу сказать, что и Украина не проявляет энергичных действий. Очень много таких действий, как бы дипломатические переговоры, пытаться убедить, они неэффективны. Вот как глобальный юг, собирали страны, Саудовская Аравия, это бесполезная затея. Надо бить конкретно, конкретно, вот два удара таких нанести, и все, ситуация быстро поменяется. Но пока ситуация не меняется, мы видим, что Ким Чен Ина, северокорейский лидер, он едет с визитом встречаться во Владивостоке, или где-то бронепоезда встретятся. Китай, понятно, что в курсе и добро, по всей видимости, дал, вот так тоже показывая, насколько его нейтралитет совсем не нейтралитетный. Иран, судя по сообщениям израильской разведки, будет, наверное, не только шахеда, возможно, и ракеты дальней, и средней дальности постачать Российской Федерации. А вот сколько еще будет ждать мир и наблюдать за этими всеми процессами, пока не перейдет к исполнению тех шагов, о которых мы с вами только что поговорили. Не будет ограничивать Россию, ограничивать поставки нефти, не будет опять откладывать пересмотр вот этой потолка цен на нефть, которая все равно не сильно-то работает. Вы знаете, все упирается, честно скажу, понятно, что в Запад, но я, наверное, скажу снова и снова, все упирается в политическое руководство Украины. А как нам убедить? Все эти заявления о том, что Россия скоро конец ей ослабнут, еще показывают, что экспертиза не в полной мере отражает реальность. Ну, давайте мы просто даже вот вернемся назад о заявлениях президента Зеленского и Буданова о том, что Россия якобы не обладает возможности вести долгосрочную войну. Цифры на поверхности, отчеты опубликованы, балансы есть. У вас экономист в стране достаточно, который просто проанализировав эти данные, скажет, что это не соответствует действительности. Поэтому надо сначала оценивать реальность, скажем, точнее и, исходя из этого, уже предпринимать действия. Я хочу сказать следующее. Ну, в частности, очень скептически звучат о том, что в России не хватает снарядов, что зачем-то она побежала в Северную Корею и так далее. Да, да, есть такое. Да, ну смотрите, давайте мы просто оттолкнемся от реальных цифр. Америка сейчас в состоянии производить 300 тысяч снарядов в год. Ну, планирует по этому году 600 тысяч. К концу следующего года миллион снарядов. Европа к концу следующего года тоже планирует производить миллион. То есть суммарно Америка и Россия будут производить 2 миллиона снарядов. Россия уже обладает промышленным потенциалом, это все западные эксперты говорят, она в состоянии производить 2 миллиона снарядов. Вот это реальность. А это надо видеть. Второе, если мы говорим о Северной Корее, опять же говорим, что вот он у кого покупает. Он не Ким Чен Ын покупает. Он фактически покупает, можно прямо считать, что у Китая. Потому что за Северной Кореей стоит Китай и южнокорейские военные эксперты, которые прекрасно знают возможности Северной Кореи, опубликовали данные, что минимум несколько десятков миллионов снарядов у Северной Кореи есть и она их продаст России. А у России деньги есть, это я уже показал. Да, поняли. В 22-м году Россия выпулила около 11 миллионов снарядов на ваших военных. Вот представляете, около 11 миллионов. И понятно, что там на складах еще что-то есть, наверное, не меньше. И сейчас Россия будет покупать и в Иране такой объем снарядов, и в Северной Корее, и старые запасы. И поэтому здесь нельзя питать иллюзией, что военные возможности России уменьшаются. Нет, они только нарастают, и количество дронов они наращивают, и покупки будут, и денег достаточно. Все у них достаточно для ведения долгосрочной войны. А раз так, то я считаю, что ваше политическое руководство не должно делать заявление о том, что им скоро конец. Это звучит долго, полтора года. В этом году в конце апреля должны были принц сети и так далее. Это все скажем показывает, что не очень точно оценивает возможности врага. А что нужно делать? Если мы правильно понимаем возможности врага, то мы прекрасно знаем, что военный и промышленный потенциал союзников Украины многократно больше, чем у России. Общий валовой продукт, который производят эти страны, 60% у России всего полтора процента. Поэтому значит необходимо Украине убедить эти страны убедить нанести эффективный удар экономический в первую очередь перекрыть, как я еще раз к сожалению вынужден повторяться, Черное море. Второе, ближайшие вассалы тоже должны попасть под санкции. Понимаете? А сейчас я знаю, что Байден приглашает пять государств, руководителей 19-20 сентября в Нью-Йорке на разговор. Мы прекрасно знаем, чем этот разговор закончится. Это будет дипломатическое заявление, пожимание рук. Я думаю, что наступит какой-то момент, Байден попросит прийти Зеленского, тоже пожать им руки. Это ничего хорошего не приведет. Нужно реально оценивать ситуацию и действовать конкретно. Вот посмотрите, что получилось. На G20 Украина выразила неудовольствие, неудовторение. На G20 кроме G7 были те же самые страны, которые представляли так называемый глобальный юг. И звучало, что это очень дипломатический успех Украины и так далее. А на самом деле это те же самые страны, которые были в составе G20. И где Украина выразила неудовольствие. Понимаете? То есть это о чем говорит? Что союзники Украины эффективны реально это только Запад. Это G7, это страны Евросоюза и Америка и все. Все остальные страны они не будут являться союзниками, никакой от них ни пользы, ни помощи, ничего. И вот только там сила Украины. Вот на этом надо концентрироваться. Мы с вами говорили в принципе и в преддверии саммита группы 20, что не надо возлагать какие-то особые надежды на этот саммит. Так мы собственно говоря, что предрекали, то и увидели. А почему все-таки никаких надежд мы не возлагаем на ту возможную встречу Владимира Зеленского и Жапарова и Такаева на полях саммита ООН, если она произойдет? А возможно все-таки можно вот как-то проартикулировать, объяснить, разъяснить и предложить что-то, например, чтобы изменить поведение или хотя бы чтобы задумались вот эти страны над своим поведением, скажем так. По этому поводу шутил, что мы знаем, что тигр ест мясо и кушать травку и его заставить бесполезно. Диктаторские страны, они все кровожадные, они все построены на подавлении прав и свобод своих граждан. Это страны, которые сотрудничают между собой. и они не будут сотрудничать с демократическими странами, они будут только улыбаться, обещать и врать, что делал Путин перед нападением на Украину. Это делал Лукашенко, то же самое говорил Токаев, и когда, к сожалению, украинцы радостно говорили о том, что Токаев унизил Путина и продолжает некоторые, к сожалению, говорить, мы же видим, это все диктаторские страны. Вот посмотрите на G20, там единую позицию, в частности по Украине занимали именно союзники G7 и те страны, которые имеют демократический путь развития. Диктаторские или там, скажем, полу, условно, полудемократические, они все будут прижиматься друг к другу. Это уже, что называется, некий закон. И пытаться их переубедить, это просто терять время. Вот по Казахстану полтора года потеряли. Полтора года убеждали, Зеленский подписал указ о введении санкций на два предприятия, потратили кучу времени, кучу экспертизы. Ну, сделали никакого результата. Четыре компании в Брагастане американцы поставили под санкции. Бесполезно. В Узбекистане то же самое. Мы видим, сейчас же я регулярно выставляю караваны, грузов. Караваны, грузов идут в сторону России, и это не прекратится. Более того, нагло провели учения в Белоруссии под эгидой ОДКБ. Уже пора принимать решение, сколько можно тянуть. Пусть встретится сейчас с ними Байден, Зеленский сфотографируется, поуговаривает, они пообнимаются, потом что получится. Гражданское общество нашей страны, в частности Казахстана, которое пытается провести митинги, которое поддерживает Украину, попадает под санкции, они начинают разочаровываться, они начинают говорить следующее, мы видим, что это враги Украины, наша политическая верхушка, нас репрессирует, а здесь получается политическое руководство Украины, встречаясь в Нью-Йорке, с Токаевым, будет с ним здороваться, поздравлять и обниматься, это что? Вот так будет звучать и звучит уже сейчас, потому что это продолжается слишком долго. Идентификация государств, которые не являются ни союзниками, ни помощниками, даже нейтральными странами, именно неидентификация, она на поверхности лежит, когда это не происходит, наступает разочарование. И тогда можно не ожидать, что будет быстрая победа, она достанется вам ценой огромного количества жертв. Вот что нужно делать, понимаете? Нужно ясно, четко идентифицировать эти враги, эти союзники. Вот только тогда будут четкие действия. А так получается там все размыто. Я еще вот так подумала, что помимо того, что действительно полтора года грубо говоря идут эти фуры и ничего не прекращается и санкции такие абстрактные не работают, а нужны персональные, так такая безнаказанность может породить и какую-то еще более масштабную и обширную помощь со стороны того же Казахстана Российской Федерации или в принципе на этом пределе и будет продолжаться? Она, видите, уже более обширно идет, потому что страны Евразийского союза так называемого договорились по промышленной кооперации пробить маршруты транспортные, газовые контракты. С октября месяца уже Россия обратным потоком, то есть раньше из Туркмении газ шел в Россию и затем в Европу. Теперь российский газ будет по трубам существующим идти в Казахстан в Узбекистан и там есть свободные резервы мощностей трубы резервные 15 миллиардов кубов газа. Вот это все с октября месяца придет часть в Узбекистан и часть уедет на экспорт в Китай. И российская экономика вот сейчас получив какой-то шок краткосрочный, она будет перестраиваться усилиями, во-первых, стран Центральной Азии усиливает и усиливает свою помощь Китай. Вы же сейчас сами сказали, что еще Иран собирается поставлять различные ракеты. Это все будет происходить. Безнаказанность она будет порождать только усиление помощи России. Мухтар, мы с вами, конечно, иногда даже и повторяемся, что нужно делать и какие проблемы, но пока они не решены, мы будем продолжать об этом говорить и следить об этом, обо всем, потому что я считаю, что это действительно нужно. Спасибо вам огромное за сегодняшний день. Да, я знаете, просто резюмирую, хотел сказать, у меня картина не является мрачной, я специально показываю реальность, она базируется на открытых цифрах, эти цифры опровергнуть невозможно, просто невозможно и все. И, соответственно, мы показываем слабые места, по которым можно ударить. Да, и видно, что по выступлениям ваших даже военных экспертов, которые вчера славили Эрдогана, а теперь в Украине такая удачная фраза Эрдоганев появилась, это говорит о том, что общественное мнение изменилось и к президенту Турции. Понятно, что и год назад я сразу говорил, что президент Турции он не союзник Украины, понимаете? И постепенно это общественное мнение, оно перестраивается и инструменты воздействия на эту ситуацию безусловно будут приняты, но желательно, чтобы они были реализованы как можно раньше, как можно раньше. Что делать, понятно. Самое ведь удивительное же в этом, что делать, понятно, здесь просто нужна политическая воля, взаимодействие с партнерами и все, все на поверхности лежит. Украины возможностей очень много. Украина даже самостоятельно может заблокировать Черноморский флот, просто сконцентрировать удары дронов не на Москве, бить по каким-то зданиям, это я считаю, что больше пиар-эфир, а упереться даже в Черное море, Украина самостоятельно может заблокировать Черное море, понимаете? То есть нужна концентрация, что делать уже понятно. И еще, Ирина, я хотел бы еще раз привлечь внимание, Украине не нужна зерновая сделка, проход по Черному морю, это больше нужно России, и ущерб, который понесет Россия, не сопоставим с тем, с каким ущербом сталкивается Украина, потому что Украина обладает другими возможностями экспорта своего зерна, а Россия нет. В России фактически единственный путь это экспорт через Черное море. Представляете, 60 миллионов тонн, если будет заблокировано зерна, по сути дела, и плюс 20% нефти, это будет обвал экономики. Вот что будет. Понимаете, у Украины самостоятельные возможности такие есть. Я призываю реализовать эти возможности. Будем надеяться, что в этом направлении будем работать, но по крайней мере то, что происходит сейчас и по территории временно оккупированного Крыма, и в акватории Черного моря, наша активность, я так думаю, что к этому мы тоже будем приближаться, просто не будем анонсировать это для противника. Мухтар, спасибо вам огромное за цифры, за разъяснения и за пути решения, которые вы также предлагаете. Благодарю, до новых встреч. Спасибо, Ирина. Мухтар Аблязов, политик, казахстанский предприниматель, а также ведет движение «Демократический выбор Казахстана». Я, Ирина Узлова, с ним была. Спасибо вам, что были с нами. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось. Также подписывайтесь на YouTube 24 и YouTube Мухтара Аблязова, его легко найти в описании под этим видео. Также смотрите там другие расширенные интервью. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины, победим. Субтитры создавал DimaTorzok